Здравствуйте, Юрий Федорович! Пять лет работы позади. На первом пресс-подходе после вашего избрания вы сказали, что многое за это время сделано, но многое и не сделано. Давайте о том, что удалось сделать. Несмотря на то, что некоторые говорят, что не до конца решены финансовые проблемы в городе Магадане, я думаю, что за прошедшие пять лет нам удалось добиться достаточно устойчивой финансовой ситуации в городе Магадане. Мы и говорили, что в идеале к этому хотели стремиться, город без долгов, все погасить и так далее, но удалось главное, это плюс, не брать новые заимствования, не увеличивать объем кредитов, которые работают на интересы города Магадана, стабилизировать это. По сути дела, как пять лет назад я заходил, там, с миллиард восемьсот, да, и на сегодняшний день тоже объем, значит, заимствований составляет примерно эту сумму. Нам удалось существенно снизить кредиторскую задолженность. Это обязательства, не выполненные, которые были на 1 января 2016 года, а меня избрали 13 ноября 2015 года, было более миллиарда рублей кредиторской задолженности, и это не давало возможности спокойной работы, работе наших учреждений, проводить какие-то закупочные процедуры. Мы постоянно находились в судах, нам постоянно приходили исполнительные листы, у нас постоянно арестовывались счета, мы не могли ничего сделать. Вот эти фейерверки, так назовем их, финансовые, их нужно было постоянно закручивать, чтобы можно было обеспечить работоспособность. На сегодняшний день у нас кредиторская задолженность с существенностью наполовину снижена задолженность, еще больше и снижена просроченная кредиторская задолженность. Вот у нас прокуратура города постоянно следит за этими показателями. Вчера буквально был разговор, что мы там должны по коммуналке 77 миллионов рублей, да 400 было, 300 было, 200. Сейчас речь идет о 77 миллионах рублей, то 20 уже погасили в декабре, и 35 сейчас вот погасим на конец года, деньги идут неплохо, это важно. В течение пяти лет мы не то, что выполняли первоначальный бюджет по доходной части, мы обеспечивали постоянно рост доходной части бюджета города. У нас хорошо отработал бизнес, у нас хорошо платились налоги на доходы физических лиц. Сколько существовал единый налог на миненный доход, бизнес отрабатывал, и мы постоянно 5-6 раз в год бюджетно добавляли денежные средства, в связи с тем, что первоначальные цифры, они были, мы будем говорить так, ниже, чем фактические доходы, которые шли. Это нам позволяло направлять, в том числе, и денежные потоки на уменьшение кредиторской задолженности, на повышение финансовой устойчивости каждого учреждения в отдельности и финансовой системы города в целом. Это и считаю это очень большим плюсом. Ну а минусом то, что все-таки кредиторская задолженность и груз финансовый, он не давал реализовать те проекты, о которых мы говорили опять в 2016 году, когда мы принимали стратегию развития города на ближайшие 5 лет. Вы помните, мы проводили постоянно наши форумы вектора развития 2020. Мы подписали комплексный план развития города Магадан или как бы стратегию развития города до 2025 года и сделали этот стратегический план очень живым. И те проекты, которые сейчас реализуются губернатором, мэрией, они в большинстве своем все-таки идут в соответствии с этим планом комплексного развития. И он был поддержан в том числе и Минвосток развития, и Минвосток развития на эти цели нам выделяет денежные средства. Это было и в 2018, и в 2019, и в 2020 годах. Это если говорить именно о финансах, о бюджете, если говорить о проектах, что бы вы отметили то, что удалось реализовать? Сказал, сделал? Прежде, что мы должны сказать, люди этого не замечают, мы обеспечили надежное тепловодоснабжение города Магадана. Мы видим то, что на земле, вот парки, скверы, тротуары, дороги, то, что под землей, то, что обеспечивает нам комфорт. Вот мы приходим домой, а дома 22 градуса тепла. Мы открываем кран, а из нее течет холодная вода. Мы ежегодно тратим на эти цели через инвестиционные проекты, через работу предприятий наших, порядка полумиллиарда рублей. Мы обеспечили надежность теплоснабжения 40% города Магадана, реализуя инвестпроект по улице Советской, Правонабережной. И в этом году мы будем соединять эти два участка с тем, чтобы у нас не было этих катастрофических порывов, которые были на улице Вострецово-Советской, когда горячая вода, 30-градусный мороз стекла по всей улице Советской. И когда мы поднимали трубы на поверхность в результате всех этих ремонтных работ, это буквально пальцем можно было проткнуть трубу, настолько она сегодня ветхая. И в любой момент, в зимний период мог произойти порыв. Это, я повторяюсь, это три центральных тепловых пункта. Это 40% населения города Магадана. А повысить давление, повысить температуру, к сожалению, в таком трубопроводе нельзя. И страдали, конечно, жители этих домов. Нам удалось построить бассейн. Мы о нем говорили. Он уже стоит. Уже в малой чаше находится вода на гидравлических испытаниях. 25 ноября действительно срок окончания контракта был, но никто не знал, что будет его величество ковид. И подрядчик столкнулся с рядом трудностей, прежде всего с привлечением специалистов не только малоквалифицированного труда, но и высококвалифицированного труда. Это наладчики, аппаратчики, электрики, которых в Магадане недостаточно. Это приезжали практически со всех уголков Российской Федерации, с тем, чтобы выполнить специализированные работы. Уже зашла администрация городского стадиона, потому что после сдачи бассейн будет в структуре городского стадиона. Ну, так называется. У стадиона много объектов есть, но в том числе и бассейн будет в структуре городского стадиона. Конечно, возрастут в связи с этим финансовые траты, потому что бассейн нужно содержать, и деньги на эти цели в бюджете 2021 года предусмотрены. Да, мы идем с опережением, хорошим опережением графика по строительству начальной школы детского сада в микрорайоне Снежный. У нас школа 9 в аварийном состоянии. Ее прокуратура хотела закрыть, выходила в суд. Суд нам дал время до 2021 года использовать старое здание, а уже 1 сентября 2021 мы должны прийти в новое. И детский сад на улице Береговой в Снежном, он находится в первом этаже, в таком очень неприспособленном помещении, туда ходят больше 30 детей, а многие из Снежного едут в город для того, чтобы получить услугу дошкольного образования. Я думаю, что 1 сентября 2021 года мы разорвем этот городеев узел, и все-таки школьники начальных классов будут ходить в современную школу, в безопасную школу, а детский сад будет ходить нормально. И это придаст, кстати говоря, и новый такой толчок развития самого поселка Снежный. И там же, кстати говоря, мы будем делать и новую дорогу по улице Майской, почти километр, с комфортабельными тротуарами. Организация дорожного движения в поселке будет такая же, как в городе. Я очень счастлив, что в этот период нам удалось реализовать хорошие проекты по городской среде. Мы, я не буду перечислять все мелкие вещи, да, но смотровая площадка, которую я мечтал в 2017 году, когда побывал на площади Маяковского в Москве, там качели стоят, да. И я приехал, думаю, почему бы не сделать это у нас на смотровой площадке. Это будет еще круче даже, потому что... Море. Море. Мы качаемся над морем. Сделали сначала одну, потом, смотрю, там в очередь стоят. Сделали вторую, может быть, еще и третью качелю поставим, для того, чтобы люди могли себя реализовать. Нас пригласили в 2017 году на конкурс проектов по городской среде. Я, честно говоря, не верил, что у нас это произойдет. И наши архитекторы, городские, прежде всего, Люда Терященко, вышла с таким проектом. Мы, кстати говоря, вместе с ней защищали это в Москве, в Минстрое. В 2018 году это было, да. Вышли с таким проектом, который стал явным победителем. Потому что, опять же, море, опять использование вот этого естественного природного ландшафта, море, сопки, бухта Гертнера, от этого не могли, конечно, отойти участники жюри. И мы выиграли 100 миллионов на парк «Маяк» с необыкновенно сложными условиями, что нужно было не только парк построить за короткие летние 5-6 месяцев, да, но нужно было еще и втащить инвестора. Это было важной деталью этого конкурса, чтобы и инвестор параллельно создал объект недвижимости с определенным, там, по-моему, 40 рабочих мест и так далее. И я рад, что меня судьба свела с Денисом Розенко, который сказал, «Я это сделаю». Он сделал проект «Новый Скандинавия». Он заканчивает сейчас уже монтаж оборудования на этой площадке. И в ближайшее время это прекрасное кафе будет открыто. И также тот проект, который дальше идет, это рестораны, гостиничный, небольшой комплекс на берегу моря. Мы пошли дальше, и они нас опять приглашают и с бонусами. Говорят, что давайте поучаствуйте еще, у вас хорошие проекты. И мы опять выходим в 2020 году по парку Дюкча. И я сказал, что два раза бомба в одну воронку не будет. Мы отправляем, чтобы просто услышали. Кстати говоря, вот этот момент мы, может быть, и проиграем, но услышат, что есть город Магадан в очередной раз. И мы получаем протокол, что мы и с парком Дюкча тоже выигрываем конкурс. И будем его начинать строить. Но я считаю, что уже где-то в апреле подготовить, а может быть, даже в марте земляные работы по подвозу грунта, планировки территории будут начаты. Мы очень многое сделали по пешеходному городу. Я сейчас учусь в Московской школе управления в Сколково. Это достаточно долгий процесс. Это не так, что приехал, послушал, уехал и так далее. В течение 10 месяцев и в режиме онлайн, и оффлайн. И курсовые, и дипломные будут. Все точно так, как происходит в обычном высшем учебном заведении. И то, на что сегодня оцеливают ведущие архитекторы, ведущие специалисты по развитию городов во всем мире, говорят, что наша задача уходить все больше от автомобильного движения и все больше заниматься тем, чтобы людям было комфортно находиться на улицах города, чтобы люди могли больше гулять, больше наслаждаться природой, больше общаться на свежем воздухе. Может быть, это еще и вызов от того самого ковида, но на самом деле это важно, потому что мы в последние годы много внимания уделяли автомобилистам и совсем не уделяли внимания пешеходам. А их в Магадане очень много. Почему? Потому что многие мечтают, чтобы город был 15 минут, где можно утром проснуться, выйти и за 15 минут дойти до работы. Через 15 минут перейти в спортивный зал, через 15 минут быть уже в школе в шаговой доступности. Многие задумываются над тем, как преобразить свои города. Нам не надо этого делать. У нас как бы уже сложилось в Магадане так, что мы и так город 15 минут. Я, кстати говоря, вот люблю ходить на работу с Якутской 54 пешком на работу. В обед я люблю ходить в спортзал, во дворец спорта тоже пешком. Вижу, что мы не доделываем по пешеходным зонам. Мы за прошедшее время сделали очень серьезные работы по лестницам, пандусам, подпорным стенкам, тротуарам. Но этого мало. Мы сейчас в каждом проекте, когда мы делаем дорогу, мы обязательно с двух сторон включаем в проектные решения и тротуары. Это, вы видите, как красиво получилось все по Колымскому шоссе. И по Парковой. По Парковой замечательно. Вот я хочу сказать, чтобы люди не думали, что мы не занимались второй стороной. Вторая сторона, которая со стороны Кенроса, да. Это обязательство Кенроса было. И там разрытие было плановое теплосети. Поэтому есть такой некий разрыв. До магазина Перекресток там все сделали. А потом до Кенроса выпал участок, да. Мы закончили все разрытия. Буквально 1 октября там последнюю землю положила теплосеть. Вот дальше идет в рамках социального партнерства строительство сквера, которое делает Кенрос. И соединится, соответственно, вот этот выпадающий участок от Кенроса до магазина Перекресток. Я солидарен вот с этой позиции, что ходить по городу нужно. Мы должны стимулировать пешеходное движение по городу Магадану. Кстати говоря, не буду ничего скрывать. Уже такого мирового тренда на то, что у каждого человека должен быть свой автомобиль, у него нет. Молодежь, которую опрос делают, они не ставят перед собой цель купить автомобиль. На него нужно потратить достаточно приличные деньги. Они не ставят целью купить себе собственную недвижимость, потому что она обременяет при переезде из одного города в другой, с ней нужно что-то делать, и не всегда факт, что ты ее сдашь. Вы поддерживаете эту идею? Я, наверное, поддержу эту идею, потому что, честно скажу, что я старовер. Все-таки мне уже 63 года, и я живу другими целеустановками на жизнь, что квартира должна быть обязательно своя, пусть даже ты в ней не живешь, но она должна быть. Вот все должно быть. Но, действительно, когда молодой человек хочет развития, продвижения, мы видим, что там даже на конкурс мэра города Магадана прилетали из других городов и так далее. Точно так же в кругу молодежи, когда они ищут себе рабочее место, они смотрят прежде всего на показатели заработной платы, сколько он будет получать. Кстати говоря, это во всем мире. Рынок жилья, который развит в цивилизованных странах, он дает возможность спокойно перемещаться, взять в аренду дом, жить в этом доме столько, сколько ты будешь работать, потом переехать в другой. В Америке вообще на 200 долларов будет в соседнем штате платить больше, он поедет в соседние штаты и будет получать на 200 долларов больше. Такие же тренды и у нашей молодежи. Вот где он будет хорошо получать, где он видит возможность своего профессионального роста, где он может себя реализовать, показать, туда он и поедет. А квартира, она может несколько обременять, какой-то тормоз будет. Он свободен. Он свободен в достижении своей главной цели профессионального роста и увеличения заработной платы. Вот поэтому, говоря о Магадане, когда мы говорим, что здесь у нас город сжимается, там он становится меньше, уезжают люди, уезжают. Вообще в Российской Федерации не надо говорить, что это только Магадан. Во-первых, это весь Дальний Восток в такой же позиции находится. Не зря было принято несколько стратегических задач, направлений задержать людей на Дальнем Востоке. Это и Дальний Восточный Гектар, это и 2-процентная ипотека, это и территория, опережающая развитие, это и свободный порт Владивосток, это и особая экономическая зона в Магадане для того, чтобы туда притащить инвесторов. Инвесторы все равно, создавая рабочие места, они будут создавать и социальную инфраструктуру, строить жилье и так далее, какое-то количество людей будет, по крайней мере, не уезжать. Но в Российской Федерации на сегодняшний день только 4 города, которые имеют плюс. Вот эту таблицу нам как раз на лекции показывали в Московской школе управления. Это Краснодар, Москва, Санкт-Петербург и Казань. Вот 4 города в Российской Федерации, которые имеют плюсовой баланс. Малые города, они все идут в минус. Какими бы они прекрасными, теплыми, даже близкие к Москве города, у них еще более жесткая тенденция. Народ тянется в большой город. Почему тянется в большой город? Потому что там все с большой буквы. Если театр, то он большой и самый лучший. Если клиники для того, чтобы поправить, они большие и самые лучшие. Если учебные заведения, то они большие и самые лучшие, где можно получить престижное образование. Поэтому вот эти вот агломерации, там Москва была малая, большая, менее, они теперь уже в перспективе. По-моему, они уже сейчас в одной агломерации с Московской областью. Вопрос в том, что будет с малыми городами. Для этого как раз нас и готовят в Московской школе управления с тем, чтобы мы сделали все-таки... Во-первых, говорили людям правду. Когда человек уезжает из Магадана в Москву в надежде на то, что вот там у меня все получится. Ну, это самый обман. Не у всех уехавших отсюда все получается. Вот просто некоторые, честно говоря, у меня не получилось, возвращаются. А некоторые это скрывают и продолжают мучиться в Москве, получая, в общем-то, небольшую зарплату. И я москвич, вот я живу в Москве. А как живет, какое качество жизни у этого, значит, бывшего жителя Магадана, Ярославля, Сызрани, Красноярска? Это уже вопрос второго плана. Вот поэтому мы должны, первое, говорить людям правду. Мы должны выстраивать свою работу, в том числе идеологически, на приоритетах Магадана, на плюсах. Плюс это заработная плата. Ну, это точно. Я кому не говорю, у нас учатся там 100 команд городов, да? Я спрашиваю о заработной плате того же белгородца, где на телевидении человек 15-17 тысяч рублей получает. Расходы там не намного меньше в Белгороде. Можно только огурцами измерить, да, как 33 попугая. Сколько килограмм огурцов ты сможешь купить в Белгороде? Ну, подождите, а ЖКХ? ЖКХ пониже, но не в разы. Но не в разы. Вот. Мы должны это понимать, потому что все-таки там топят, наверное, 4 месяца, кое-где 3, кое-где 2. У нас отопительный сезон 9,5 месяцев. Но население при этом получает, они этого не знают, граждане, да? Но когда принимается тариф департаментом цены тарифов, население платит едва ли 30% от фактических затрат на теплоснабжение. Вот. Поэтому говорить, что вот кто-то бросил у людей один на один с этими высокими тарифами ЖКХ, это не совсем так. Поэтому есть плюсы в жизни в Магадане. И их нужно очень часто людям говорить, что здесь жить лучше. Здесь можно больше заработать денег. Если вы хотите поехать учиться, пожалуйста, езжайте. Но приедете сюда, мы вам создадим высокооплачиваемое рабочее место и сразу. Потому что Магадан относится к территории трудонедостаточной. И профессии, по которым можно сюда принять молодых людей, их точно скажу 6,5 тысяч. И начального профессионального образования профессии, которые востребованы, и среднего профессионального, и высшего профессионального образования. Все найдут здесь работу по любой профессии. Врач, учитель, геолог, маркшейдер, бульдозерист, тракторист. Все найдут себе здесь работу. О том, что не получилось, одна из главных тем, которую вы сами обозначили, это Краеведческий музей. Что скажете по этому поводу? Почему не получается? Краеведческим музеем из тех обещаний, действительно. Но мы прошли очень непростой путь и получили заключение государственной экспертизы. И этот объект прозвучал в 2019 году на оргкомитете под руководством тогда вице-премьера Алексея Васильевича Гордеева, нашего земляка. И Министерство культуры сказало, мы вам деньги найдем, дайте только положительное заключение. Вот положительное заключение в этом году наконец-то мы получили, и Министерство культуры Российской Федерации нам выделяет эти деньги, 35 миллионов рублей, для того, чтобы мы начинали торговать и строили. Но я всегда говорю так, независимо от того, выделит Министерство культуры или не выделит Министерство культуры, это дело чести. Наш городской Краеведческий музей, он будет называться Музей городского быта, строительство будет начато в 2021 году. Ну, здание на самом деле небольшое, здание, наверное, мы и территорию сделаем к концу 2021 года, мы научились быстро работать. Что касается содержания музея, этим сейчас занимается музейный комплекс города Магадан, он собирает экспонаты, это все классифицируется, ставится на баланс. Под это заказывается мебель выставочная, значит, сейчас разрабатывается и некий дизайн при музейной территории, потому что есть экспонаты, которые в здание тащить не надо, которые могут спокойно находиться на дворовой территории музея, к ним тоже можно будет подойти и посмотреть. Люди очень много интересных вещей приносят, но у нас шикарный областной Краеведческий музей, но его как бы направление несколько другое. Но это научное, во-первых, учреждение, любой музей такого уровня, это наука, занимаются молодцы. Городской музей, это музей, который покажет, как и с чем жили люди. Даже прийти школьнику показать сегодняшнему там Кирогаз, он скажет, что это за космический корабль. Это не космический корабль, это нагревательный прибор, который обеспечивал жизнь здесь. Интересно, интересно. Даже эта лампадка, эти различные предметы быта, сделанные многие, кстати говоря, руками самих людей, проживающих здесь. Никто не знает о том, что у нас в Магадане был промкомбинат здесь, так называемый. На этом промкомбинате чего только не выпускают, даже лампочки, накаливание их выпускали, и даже эти лампочки ремонтировали. Даже такие моменты были. Я уже не говорю о том, что, конечно, мы покажем такие вот элементы образовательной деятельности. Мы говорили о девятой школе на поселке Снежном. Там осталось очень много интересных вещей, которые хочется потрогать. Эти фрукты из воска, которые всегда хотелось укусить. Все забыли, что такое фильмоскоп. Даже ты, наверное, не знаешь, что такое фильмоскоп. Это пленочка такая в коробочке. Заправляется в аппарат. Там идет текст. Папа читает текст, а вы смотрите изображение. Потом пришел уже эпидиоскоп. Потом пришли другие всякие скопы. Они использовались. Колейдоскоп у меня был детский. Колейдоскоп – это и сейчас есть, когда трубочку крутишь и так далее. Очень много интересного. Ведь те, которые моего возраста, придут и вспомнят, на чем они учились. Те, которые поменьше, они посмотрят и поймут, на чем учились их родители. Поэтому уголок истории образования обязательно будет. Уголок истории культуры обязательно будет. Включая, слава богу, очень много у нас сохранилось пластинок старых. Афиш, которые использовались в городе для приглашения на те или иные концерты. Вот даже сейчас в парке «Маяк» у нас же там, кроме того, что в парке, есть еще административное здание. И музейный комплекс города Магадана сделал выставку, как 50 лет назад встречали Новый год. Какие были елочки, как своими руками делали новогодние украшения, какими игрушками играли дети, что дарили в новогоднюю ночь детям 50-60 лет назад. И вы знаете, очень много людей приходит в музей и с удовольствием рассматривает, какие книжки читали. А приходит молодежь или старшее поколение? Разные. Кстати говоря, я один раз пришел на мероприятие в парк и смотрю, достаточно большая группа школьников возле моря, там камушки бросают, фотографируются. Я подошел, они меня узнали, потому что это моя любимая английская гимназия, в которой я учился тогда еще в 17-й школе. Я говорю, а вы знаете, что здесь есть начало музея, экспозиции музея, которая посвящена первопроходу самому году? Нет, не знаем. Я их завел в музей. Ну, не в музей, а в комнату, где у нас стоит телевизор, стулья и фотографии, как это было, как первые геологи высаживались 23 июня, 29-го года. Я им прочитал материал, они говорят, вы знаете, мы этого никогда не видели. Я говорю, ну, самое главное, что вы исторически, вот, читать просто книгу, но когда ты находишься вот как раз в той самой точке, откуда отходил ее вагоны узкоколейной железной дороги, они говорят, здесь была железная дорога. Я говорю, ну, да, вот вы стоите здесь, здесь, вы фотографию видите, да, железная дорога есть, есть. Я говорю, корабль пришвартовался, да, а вы видите американские гидропланы в бухте стоят, которые осуществляли полеты на территории Магаданской области, с моря стартовали, летали, летели куда-то дальше, приземлялись и так далее. Вот вы делаете вот такой удивленный вид. Это действительно такая, такова жизнь была. Вот. Тот самый пирс, который сейчас восстановлен, он тоже хорошо показан, там, магистрали, там чуть-чуть осталось еще вот несколько зданий, которые сейчас участникам принадлежат, но мы парк в вторую очередь будем двигать туда, к этим зданиям, потому что надо поджимать, потому что, как сказал нам на учебе дистанционно читал бывший мэр Ванкувера, вы знаете, там были Олимпийские игры зимние, да, он сказал, обновление через разрушение. Вот мы хотим новые костюмы одеть, да, мы же старые должны выкинуть, расстаться со всем старым. И, да, нужно сохранять историческое, но не развивать из-за этого город, не осовременивать его, потому что там стоит какой-то столб. Вообще каждому столбу можно придумать легенду, сказать, что именно этот столб его сносить нельзя, потому что вот без него Магадан не Магадан. Да, мы относимся очень аккуратно к элементам, доставшимся нам с тех времен, вот, но не к таким спорным, как вот стоял как раз возле парка Маяк, там, здание склада там какого-то, да, слава богу, что мы договорились с общественной организацией артефакта, помогли мы ему по бревнышку разобрать, отвезти, искать, ну, где-нибудь в другом месте, не только здесь, вы соберите, да, и рассказывайте, что вот такой сарай был для складирования там медикаментов, там, или еще для чего-то. Поэтому все это очень важно, на сегодняшний день вот таких точек музейных в городе Магадане должно быть достаточно много. Я, кстати говоря, в прошлом году провел конкурс музеев в городе Магадане, я не думал, что столько вообще, у нас 20 заявок было. Музеев на самом деле, это еще только те, кто подали заявки. Магаданский ремонтно-механический завод бережно хранить традиции, и там есть свой музей МРМЗ. Магадан Энерго, у них есть небольшой, но свой музей. А музеи в первой школе имени Крупской, в лицее Крупской, знают все. Действительно, уже стало не просто музей школы номер один, это стал музеем образования даже не города Магадана, а Магаданской области. Вот эти заявки, они, я говорю, тут невозможно присудить первое, второе или третье место. Мы должны всех абсолютно отметить, потому что это бережно хранятся традиции, вековые, того, что у нас, ну почти вековые, того, что у нас здесь есть. И я тогда сказал, а ведь в каждой семье должен быть свой музей. И, по сути дела, тогда музей может быть вообще, потому что у меня есть все, что осталось от мамы, от папы, какие-то личные вещи, очень много фотографий, книг, которые они читали. Поэтому я всегда говорю, вот каждая семья для того, чтобы сохранить традиции, на которых мы же говорим, там, о каких-то глобальных вещах. А давайте ближе. Семейные традиции, семейный музей, фотографии, грамоты, инструмент. У меня вот от папы остался телефон Nokia. Самый первый телефон Nokia. Вот он здесь недалеко жил, но у него было просто, чтобы мне позвонить, нужно было нажать одну кнопку. Вот. И я когда как-то его вставил в зарядку, он заработал. И последний звонок был 18 ноября 2010 года. Так что берегите все традиции, передавайте все хорошее, что есть в семьях, детям. Вот. И самое главное, давайте все вместе делать так, чтобы не позволять оскорблять наш город. Это просто оскорбления порой идут, незаслуженные оскорбления. Много, конечно, вы говорите, что сделали, что не сделали. Ну, конечно, невозможно. Если сегодня этот вопрос приватизировать и адресовать каждой семье, то можно тоже сказать, что ты дома сумел сделать, а что не смог. Что ты сумел достиг с ребенком в процессе обучения, что не смог. Что ты хотел на работе сделать, что не смог. Поэтому, когда начали вот это рассуждение по вопросу, который задали президент, ну, совершенно нормальный вопрос. Ничего в нем такого сверхъестественного, как спросить, как дела. Мы, по сути дела, с тобой сейчас разговариваем, как дела, Юрий Федорович, как прошел 20-й год. Ну, чем отличается вопрос тот от вопроса этого. Поэтому я вот перескочил на эту тему, но я еще раз говорю, что мы должны быть патриотами, мы должны слышать друг друга. Я вообще очень много анализирую через управление информационной политики всего, что происходит в информационном поле. Все социальные сети. Если есть разумные предложения, мы их забираем в свои программы и стараемся все это реализовать, ответить каждому человеку. Если это какие-то, в какой-то резкой форме даже высказывается, мы стараемся все это просеять, ну, наверное, человек доведен до какого-то отчаяния, что он в такой форме, значит, высказывается. Тем не менее, мы хотим отработать, чтобы он почувствовал, что даже его вот это вот порой переходящее все границы высказывания в соцсетях нашло отражение. Может быть, мы его сделаем союзником в решении наших проблем. Вообще, мы мало разговариваем с людьми. Люди очень мало все-таки знают о реальной жизни в городе, о их проблемах. Все и сразу это невозможно. Вот мы должны вот раскладывать все это завтра, это послезавтра, а это вообще никогда, потому что это ерунда. И тогда люди будут нас слышать и, наверное, понимать и несколько спокойнее реагировать на некоторые процессы, которые происходят. Кто-то там написал, что медицинский институт нужен в Магадане. И он уже доказывает всем, что без медицинского института в Магадане здравоохранение не имеет права на жизнь и так далее. Ну, как можно сказать, для нашей маленькой Магаданской области медицина – это важно, количество врачей важно. Но у нас есть в других регионах вузы, которые вполне обеспечат кадрами нашу Магаданскую область. Это и Благовещенск, это и Хабаровск, и Владивосток. Вот на Сахалине же нет высшего учебного заведения медицинского кадра, и туда едут. Другое дело, чтобы они приехали сюда. Я три года назад был в Хабаровске в командировке и встречался со всеми студентами медицинского… По-моему, это по-старому Хабаровский медицинский институт. Вы знаете, они, увидев большой город, мы говорим, что все подтягиваются. Магадан тоже сегодня численность не проваливается особо, потому что там едет Магаданская область, и мы удерживаемся там в минус, здесь на уровне или даже чуть-чуть в плюс. Магаданцы переехали учиться в Хабаровск, увидели это другого уровня город. Стараются осесть там. Догонять Хабаровск сложно. Кстати говоря, Магадан, он вот на всем Дальнем Востоке до определенного времени, там до 18-го года, наверное, это в том числе связано с тем, что Сергей Константинович пришел, не было вообще ничего. С Сахалин у него есть газ, нефть. Ему ничего вообще не надо. С одной рядом на ЦАДИН учится в Москве, да? У него все хорошо. Он может реализовывать за собственные муниципальные деньги огромные проекты. Якутия, которая с другого боку у нас, у них вообще тоже все хорошо, потому что бюджетирование, значит, республика, оно идет как бы совсем по-другому. Ну, наверное, правильно с точки зрения национальной политики. Владивосток – это свободный порт Владивосток. Там вообще, внимание, там саммит проходил, там все подразвили так, что вообще шикарно на самом деле. Ну, Хабаровс до некоторого времени был столицей Дальневосточного федерального округа, да? Магадан, он как-то вот обособлено там, где-то в середочке, значит, никто ничего не говорил, ничего не делал. То, что сейчас происходит, молодежь должна знать. Я сейчас встречался с Курсуном Романом Петровичем в университете. Я говорю, Роман Петрович, я хочу выступать перед студентами. Раз в квартал, там, или раз в месяц, эксплуатируй меня как хочешь, для того, чтобы я им рассказал, как градоначальник, чем живет Магадан сегодня, и что будет завтра, и послезавтра с их участием. Тогда, может быть, мы сможем эту молодежь оставить здесь. Нужен диалог прямой, не через интернет, не короткими смс-ками, чувствуя и смотря в глаза друг к другу. Только тогда можно добиться какого-то результата. Я готов вот работать на достижение этой цели, но вот бесконечное количество времени. И если даже там 15-20% специалистов вернется из центральных районов страны, а те, кто учится в Магадане и в СВГУ, останутся все здесь, это будет большое достижение. А они уже выбор сделали. Они не поехали учиться в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар и так далее. Они остались здесь, они рассчитывают на то, что они здесь адаптируются и будут окружены вниманием властей с первого дня самостоятельной работы. Юрий Федорович, немного о мнении людей о Магадане, о сторонних людей, которые не знают, как здесь проходит жизнь. Илья Варламов был у нас, наверное, вы читали в живом журнале его публикацию. Что скажете? Ну, я подписан на него, читаю, вижу, какие он формулировки там. Он очень интересный такой, независимый человек, очень талантливый человек, я бы сказал. И когда им даются некоторые оценки, вот первая оценка прозвучала, по-моему, года три или четыре назад, когда, помните, я обратился к Магаданцам по тротуарным плиткам. Да, когда мы восстанавливали улицу Беремина вдоль седьмой школы, там было все разрушено и не хотелось закатывать в асфальт, потому что, ну, так, во-первых, седьмая школа – это почти памятник истории архитектуры. Дальше мы идем к улице Комонной. Ну, жалко было. Кстати говоря, мы и на улице Горького в этом году тоже восстановили участок. И где можно это сделать, мы обязательно будем смотреть. И он написал, что я не знаю мэра Магадана, никогда его не видел, никогда с ним не общался, но мне, говорит, кажется, что очень хорошая идея привлечь людей к сохранению истории, значит, города Магадана, его исторического облика. Этот странный шестигранный Магадан, это вот действительно, это вот, да, его не любят безумно, кстати говоря, женщины, которые ходят на шпильках, потому что, как бы ты ни положил эти шестигранные плиты, все равно между ними зазор там два-три, и туда, когда попадает каблук, это на самом деле неудобно. Хорошее спасибо Илье, что он так охарактеризовал. Второй вот раз я как раз был на учебе, и он был в Магадане. Не знаю, захотел бы он встречаться со мной, нет, это его личное дело, но захотел бы я с ним, конечно, встретился. Он в присущей вам манере там что-то сказал, но написать, что здесь какая-то невероятная движуха. Ну, это замечательно, это у него там более миллиона, по-моему, подписчиков, да, вот миллион подписчиков читает о том, что в Магадане движуха, то есть это не какой-то депрессняк, да, что вот здесь все в упадке, здесь ничего не делается, жизни никакой нет, значит, туда точно не надо ехать. Но если он написал, что здесь какая-то движуха, там еще какое-то прилагательное применил, да, ну, спасибо, ну, значит, мы здесь не зря что-то делаем, мы действительно движемся, мы хотим стать инвестиционно привлекательным городом, хотим стать городом красивым. Кстати говоря, вот то место он был, в парке Маяк, вот, там, о каких он там немыслимых деньгах, и кто ему сказал, наверное, тоже где-то там не залезал, но на самом деле ничего-то еще не потратили. Там тратят деньги Розенко на свои инвестпроекты, и мы потратили 185 миллионов рублей на вот этот кусочек, в первой очереди, парка. Кстати говоря, в этих деньгах очень серьезный инфраструктурный объект, это очистные сооружения ливневой канализации, чего в городе вообще нет, это очистные сооружения ливневой канализации, это начало такой, как бы, цивилизованной работы по очистке сточных поверхностных вод в городе Магадане. Нам удалось этот объект защитить в рамках парка. И вот сейчас уже, когда мы строим вторую очередь, начнем, уже этого делать не надо будет, уже все проще. И вы знаете, что приезжал Мишустин сюда, да, он на вторую очередь выделил еще 90 миллионов рублей. И на набережную, на продолжение, чтобы соединить вторую очередь парка с пирсом, который уже почти закончен, да. Ну, кто там оценил это как огромные деньги, зачем это надо, но это его личный взгляд, да. Я думаю, что пусть на Зарядье посмотрят, да. Зарядье, ну, наверное, интересно все, но сказать, что это что-то сверхъестественное, что может стоить тех денег, которые потрачены, я бы не сказал. Там есть, конечно, какие-то вещи уникальные, но, на мой взгляд, портящие, портящие естественный, как бы, ландшафт Москвы. Вот этот стеклянный мост, ну да, по нему походить хорошо, но он испортил, в принципе, вид на Москву реку, вот. Удобно зайти, но с других точек он смотрится, на мой взгляд, нелепо. Те зеленые насаждения, которые там, в том числе, есть участок, где северо-восток России представлен, ну, никак, ну, никак. Вот если вы вспомните фильм «Поэма о крыльях», да, там показывали такой момент, по-моему, Рахманинов в Америке все хотел посадить березку, да, она никак не хотела жить, ну, там не хочет жить ни сланик магаданский, ни брусника, ничего, все это загибается опять, все это сажают и так далее. Вот, поэтому, Илья, спасибо большое за оценку. По собакам он там прошелся, да, действительно, пусть оценивает так, как он. Мы действительно рекомендуем, чтобы родители маленьких детей предупреждали. С собачью толпу не надо вылезать, небезопасно. А лучше обходить стороной. Потому что бездомные собаки, безнадзорные, по сути дела, звери. Это уже животные, которые живут по своим законам, никакого отношения к одомашнему они не имеют. Только некоторые потеряшки там болтаются в этих стаях. В основном это звери, поэтому я считаю, что мы правильно делаем. У нас город находится в такой ситуации, когда три момента у нас ставит город в состоянии повышенной готовности. Это возможное нападение безнадзорных животных. Это ситуация по портовому шоссе. И третье, это ситуация вот с коронавирусом. Кстати говоря, в достижении за прошлые пять лет я бы поставил вопрос все-таки берега укрепления. Я в 15-м году говорил с позиции первого заместителя. В 16-м году я все время говорил, я объявил даже ЧС, когда берег реально сползал. В 17-м году была говорильня. В 18-м году я Сергею Константиновичу рассказал, что для меня как мэрос самое главное – это дорога жизни из морского торгового порта. Когда мы сделали реверсивное движение, когда светофор поставили там и так далее. И губернатор довел этот вопрос до логического конца. И я думаю, что вот уже, правда, без асфальта, но движение в двух направлениях мы все-таки откроем. Это увеличит и проходимость порта, и улучшит безопасность дорожного движения на этом участке уличной дорожной сети. Это вот победа, достигнутая общими усилиями в 2019-2020-х годах. Есть у вас примерно какое-то время, когда там будет вообще все хорошо? Скажу. Это будет лето 2021 года. Уже генеральный подрядчик направил проектно-осместную документацию в ГЛУТ. Они будут на субподряде работать по асфальтированию. Там будет замечательный тротуар по краю идти. Будет двухстороннее движение со всеми разметками. Подпорная стенка больше, я надеюсь, никогда не упадет. Плюс мы сейчас сделаем проект. Мы должны вот эту пешеходную зону сделать удобной, когда человек приходит до улицы Приморской сверху по Портовой. Кто-то повернул на Приморскую в парк, а кто-то пошел к морю в сквер морской. Да, там тротуар отсутствует по прежней части. Вот мы делаем от Приморской до границ проектирования берега укрепления участок еще. Не просто там, потому что там обрыв, тоже много сыпать надо будет. И после того, как возле Мамонта заканчивается, там тоже нужно будет соединить так, чтобы человек подходит. Естественно, будет очень хорошее освещение. Будут колеса-отбойники, некий такой коридор делать для пешеходов, чтобы и в обрыв все-таки не упасть, и с другой стороны, чтобы не выходил пешеход на проезжую часть дороги. Поэтому в 2021 году в верхней части будет поставлена точка. И мы сможем этим объектом пользоваться полвека как минимум, а дальше как получится. Программа у нас с вами предновогодняя. Итоговая в этом году. И, конечно, ваше поздравление магаданцам с наступающим праздником. У нас очень необычный уходящий год. Нам очень много приходилось разговаривать по телефону, по видеосвязи, переписываться электронными сообщениями. И я бы хотел, чтобы это не стало нормой жизни. Чтобы это было, но не было нормой жизни. Чтобы мы все-таки в 2021 год вошли с обнимашками, с непосредственным контактом друг с другом. Конечно, будем еще соблюдать все меры предосторожности. Вы видите, сколько ограничений все-таки остается на начало 2021 года. Режим у нас продлен губернатором до 15 января. Хотелось бы, чтобы в 2021 году мы плавно-плавно все снимали, 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 снимали ограничения. Я думаю, что если это произойдет к дню города, то я обещаю, что мы сделаем большой праздник, когда мы снимем все маски, когда не будет никаких ограничений. И это возможно, потому что мы когда проводили телемост с китайцами, наш город по-братим Шуань-Юшань, мы сидим все на телемосте в масках, а китайская сторона сидит без масок. Я потом спрашиваю переводчика, почему без масок? Они говорят, а у нас все, конец. Осталась только в городе Чинчунь, закрытая зона, где соблюдается масочный режим. То есть есть, значит, шанс победить. Я хочу, чтобы мы победили все, что называется COVID-19. Вот пусть COVID-19 там все и канет. Никакого, чтобы COVID-19, COVID-19 больше у нас не было. Я преклоняюсь перед медиками, перед теми, кто разрабатывал вакцину, перед теми, кто работал на каретах скорой помощи, кто принимал больных, кто оказывал как волонтер поддержку. И подводку-то я делаю какую? Самое главное, что я хочу магаданцам сказать, это здоровье. И еще раз здоровье. Вот будет здоровье, будет счастье. Будет здоровье, вы будете работать и получать деньги, которые будете направлять на те жизненно важные вопросы в своей семье. И, наверное, вот этим пожеланием я бы хотел. Это здоровье. Я никогда не говорю, значит, с Новым годом, с новым счастьем. Потому что мне кажется, что нового счастья не бывает. Счастье оно или есть, или нет. Вот. Чтобы семьи у нас сохранились, чтобы рожали детей. Кстати говоря, показатель у нас в этом году по рождаемости хороший. Мы в плюсики идем. Плюс 4,2% докладывало в Министерство здравоохранения на депутатской комиссии недавно. Это хорошо. Вот. Поэтому здоровье, здоровье, еще раз здоровье. Ну, а муниципалитет будет делать все для того, чтобы у нас была комфортная жизнь. Мы будем создавать новые места рабочие. Мы будем строить для вас жилье. Мы будем благоустраивать общественные пространства. Делать все для того, чтобы вы не продавали свою квартиру, а только улучшали жизнь здесь, у нас в Магадане. Одевайтесь модно. Бутик Киндер Сити предлагает одежду отличного качества для ваших деток и по доступным ценам. Размерный ряд от 86 до 164 сантиметров. Большой выбор одежды для детского сада и на каждый день. Обновление ассортимента каждые 2-3 недели. Новое поступление верхней зимней одежды. Киндер Сити. Торговый центр «Северное сияние». Бутик 28Б. Редактор субтитров А.Семкин